Пахни с молоком, как ты, как мама тебя любит, вот так? Сладкая, да? Очень сладкая. Абсолютно я считаю, что выбор места того, где рожать, нужно ориентироваться на то, кто будет принимать роды, кто будет следить за тобой потом в течение дня. Поэтому, конечно, моя огромнейшая благодарность вам, Юрия Анастасиевич, который вот эту малышку забрал у меня через 4 часа после рода, но сказал, что не навсегда верну здоровую и счастливую. Я бы хотел сказать, что в данной ситуации, в данном случае, конечно же, самый настоящий, классический, хороший пример не только успеха в лечении, не только успеха в диагностике того состояния, которое было, но и взаимопонимание очень важно, и доверие врачам. Это очень и очень важно, поэтому спасибо за ваше участие, за ваше активное понимание и такое доброе. Поэтому и результат такой хороший, понимаете? Ну, доверие возникает, когда ты понимаешь, что за тобой смотрят профессионалы. Понимаете? Сказали, что всё хорошо, и она под присмотром, и под правильным наблюдением, и под протоколами, и под лучшими врачами. Скажи, мама успокоилась. А когда маме сказали, ваша мама, задача только спать и приносить нам молоко, остальное доверьтесь нам. Вот это дорогого стоит, скажи, да, стишунь? Сегодня я бы чуть больше остановилась уже на том, когда мы приехали в Ротон, да, и на наше длинное пребывание здесь, потому что обычно мамы там рожают и через два дня их уже выписывают, а мы здесь были восемь дней. Мы такие по полной, как говорится, all inclusive, по полной. Это было вынужденное нахождение здесь, потому что малышка попала через четыре часа после рождения в отделение интенсивной терапии. И вот здесь я хочу на этом сфокусироваться больше внимания, потому что многие, кто выбирает Ротдом Лалека, в основном это там мамы смотрят, они выбирают с точки зрения комфорта для себя. Да, насколько здесь там вкусно кормят, насколько комфортные палаты, палаты там двухкомнатные, там может ли оставаться папа, не может, может ли там быть партнёрские роды, не может. То есть здесь это всё есть по умолчанию. И там за неделю нашего пребывания я говорила, что если бы можно было назвать не просто родильный дом Лалека, а родильный дом Резорт Лалека, то это было бы правда, но на самом деле я постфактум восхищена другими вещами, те, которые они не очевидны сразу. Потому что мы достаточно легко родились, мы там родились буквально за 2 минуты, и Анна Маевна, которая принимала у нас роды, сказала, каждая бы мамочка так рожала, говорит, мы бы просто дарили бы счастье многими, я бы, наверное, взялась за миссию повышения демографии в стране. Но у нас произошёл конфликт, мы об этом знали, у нас конфликт был с малышкой по резус-фактору, у меня первая отрицательная, у неё вторая положительная. В момент введения родов это определилось. Да, мы это знали, поэтому мне вводили дополнительные уколы специальные, для того, чтобы минимизировать эти риски. Но тем не менее, когда малышка родилась, у неё сразу взяли анализ крови, и через полтора часа взяли ещё раз кровь, и ещё через два часа взяли кровь, и, соответственно, врачи увидели рост билирубина. Рост билирубина, он разрушает не только печень, он может и разрушать нервную систему. Поэтому это очень сложно. С одной стороны, кажется, ну что такое билирубин растёт, но с другой стороны, оно очень сильно может отразиться потом на дальнейшее развитие ребёнка. То есть первые секунды после рождения нужно уже иметь поддержку докторов, да, при необходимости? Да, при необходимости. Они сразу брали кровь, они видели мою историю, потому что я наблюдалась в женской консультации. Они встречают ребёнка, уже понимают, что этот момент нужно контролировать. И как бы несмотря на то, что нас через 4 часа перевели уже в палату, пришли у малышки, взяли ещё раз кровь и забрали её в отделение интенсивной терапии. Ну, представляете, как у мамы. Тебе кажется, вот тебе родили, вот тебе положили на грудь, а здесь забрали. Ну, то есть первое, что накатанный ком, слёз, непонятно что, ощущение, что забрали навсегда, ты вообще не понимаешь. Но доверие к врачам есть. Сначала я ничего не понимала. Знаете, как мама после родов, я ничего не понимаю. Доверие к врачам появилось, я скажу, когда? Когда я поднялась на 5 этаж в отделении интенсивной терапии, и мне объяснили, что произошло. Но потому что я опять не сделала то, что я делала во время времени, я не пошла читать в гугле, что это значит, и чему это может навредить. Вы же помните, да? И я всем мамам рекомендую не читать диагнозы, методы лечения и что на что влияет в гугле, а слушают только врачей. Поэтому, когда я увидела вот этот маленький трёхкилограммовый комочек, лежащий в боксе. Не в боксе, это была специальная... Обычная люлька, но сверху были фитосвет, вот этот фиолетовый, который просвечивает желтуху. Ну и как бы у малышки проколотые руки, там капаются капальницы, и ты смотришь на всё это, думаешь, боже, как бы всё... Ну, то есть трагедия, трагедия. То есть наворачиваются слёзы. Ну всё равно есть понимание, что делает то, что необходимо. Сейчас моему ребёнку делают то, что необходимо. Понимание было ровно тогда, когда вот я увидела, вытерла слёзы, мне подошла девочка, говорит, ты не плачь, потому что она всё чувствует, не допускает этого. И пришёл главврач и рассказал мне, что происходит. Вот когда мне чётко объяснили по полочкам, что происходит, почему забрали, сколько она здесь будет находиться, какую терапию ей применяют, почему это важно сейчас, почему там лучше, чтобы она там находилась под наблюдением 5-6 дней врачей в отделении интенсивной терапии, чем если нас выпишут якобы полуздоровыми домой, а мы дома потом спохватимся и будем бегать по врачам, не понимая, что делать. И когда тебе вот так вот Юрий Анастасович по полочкам разложил, почему это важно и что происходит с ребёнком, вот наступило спокойствие и принятие, и понимание того, что вот в этом моменте роддом надо выбирать не по вкусной еде, комфортному пребыванию, а всё-таки по профессионализму врачей. Чтобы сделали всё ребёнку, что необходимо. Абсолютно, да. Поэтому мы как бы 4 дня были в отделении интенсивной терапии, ещё 3 дня мы наблюдались в палате, тоже досвечивались лампами, за нами был уход абсолютно всех врачей, нас и окулист проверил, нами УЗИ делали, то есть как бы с нами была и консультант по грудному вскармливанию, с нами был и педиатр детский, с нами были акушеры. И волнение, грудное вскармливание вы начали и сохранилось. Да, ну, во-первых, мы приложили малышку сразу к груди, ещё в родзале, конечно же, и просто пока она находилась в боксе этих 3 дня, мы кормили её, ну, сцеживали с бутылочки просто, а потом мы вернули, как бы нормализовали лактацию, и уже здесь даже доследили, скажем, давно, и уже выпустили домой абсолютно с пониженным билирубином. В общем, я спокойно была в 9 часов следующего утра после того, как родила, а вот это в момент, когда с 4 забрали до 9, конечно, но не могу скрыть, тревожность была, переживания были. Ну, всё равно ты в том месте, где решат все вопросы, и это, конечно, снималось. Да, ты же, помнишь, я рассказывала в прошлом нашем с тобой выпуске о том, что я как мама хотела родить в Мексике, потому что холодная зима в Киеве, вот эти снега, грязь, слякоть, а Мексика – это ж круто, это ж океан, это всё здорово. Ты знаешь, вот когда мы попали в ту сложную ситуацию с малышкой, которая может оказаться абсолютно каждой, я миллион раз сказала спасибо Вселенной, что она так сделала, что мы не улетели в Мексику, и что мы рожали здесь, потому что конфликт по крови он был, и что бы я делала бы там, но с врачами, которые говорят на испанском, ребёнок, который бы прошёл через родовые пути, через ту бактериальную среду. За 4 часа тебе бы не удалось успокоиться. Ну, то есть я не представляю, если бы я подошла бы к этому боксу, увидела ребёнка с подключенными капельницами, и врачами, которые могут только на испанском что-то мне сказать, а я их не понимаю, да, и если бы ещё и муж не прилетел, когда мы понимали, что были риски, что он не прилетит, но это был бы такой стресс, что слава богу, слава богу, что всё произошло так, что мы были здесь, и вот, ну, я ещё раз хочу сакцентировать внимание на, когда выбираете роддом, выбирайте всё-таки по профессионализму врачей и по технологическому оснащению, потому что Лелека, насколько я знаю, это единственный в Украине роддом, который сертифицирован по международному стандарту. GCI, да. Это значит, что все врачи работают по протоколам, то есть когда мне в 9 утра об этом и сказал врач, говорит, мы работаем по протоколам, мы следуем вот это, вот это, вот это, поэтому вы, мама, можете не переживать. Ваша задача – спать и приносить молоко. Ничего другого вы сейчас делать не должны. Это, кстати, Юрий Анастасович сказал, говорит, ваша задача – спать и носить молоко. Я говорю, всё, я поняла. В период первых 28 суток жизни в него может быть спрятано какие-нибудь ситуации, которые не могут проявляться сразу после рождения. Бывают, проявляются через какие-то несколько часов. Вы реагируете в первые секунды после рождения? Мы обязаны, мы обязаны, потому что наш опыт, наши знания и наши возможности здесь в луке нам это позволяют. И нам не только позволяют, но мы это и делаем. И у нас есть протоколы, по которым мы работаем. Все международные протоколы, они адаптированы к нам. И оказываем диагностическую помощь, консультативную помощь. А если потребуется и лечебную помощь, от момента рождения до выписки. Субтитры создавал DimaTorzok